Дедко 3 Дедко 3 Дедко 3 Дедко 3 По-прежнему актуальны даже сидучи в Израиле видно, как это все активно обсуждалось и по-прежнему какой-то шлейф сохраняется. Это приговор Ходорковскому и Платону Лебедеву. Хотя, не знаю, может это из-за такой географической отдаленности, но мне не очень понятно степень. Не очень понятно, зачем мы сегодня это обсуждаем? Нет, не очень понятно, почему это вызывает такие эмоции и все так для всех неожиданно. Мне кажется, все было ожидаемо и очевидно. Но несмотря на это все равно, знаешь, 14 лет это... Нет, это серьезный срок, конечно. Согласен. Это не день. И, с другой стороны, ты говоришь накал страсти. Мне кажется, что накал страсти был значительно меньше, чем он мог бы быть, если бы приговор был вынесен не 30 декабря, как это произошло, а, не знаю, 15 апреля, 15 мая. Или того же 15 декабря, когда должны были начинать его оглашать. Ну, может, было бы меньше или нет? Нет, было бы больше. Было бы больше. Ну, да. Было бы больше. А здесь из-за того, что... Тенарит, чай? Да, давай. А здесь из-за того, что Новый год, да, и потом вот эти вот праздники потрясающие... Все разве, я считаю, можно... Да. Потом 25-го числа уехали... Все? Ага. 25-го числа уехали все иностранные корреспонденты на Рождество, да? А потом уже 31 декабря, понятно, ну и дальше все непонятно, чем занимаются. То есть газеты не выходят. Газеты ведь вышли первый раз, когда позавчера... Недельник. Нет, во вторник, во вторник, да. Во вторник вышли первые газеты. Вот, ну и мы в связи с тем, что... Ну, радиостанции работали, в том числе, и в Москве. В радиостанциях Москвы, конечно же, да. Да, но мы сегодня... Радио Свободы, даже они... Видел, что они в Твиттере... Радио, все электронные СМИ работали, да, все. Да. А вообще, вот в Израиле твоем там как-то следили за этим? Следили, да. В властях это как-то звучало, я тебя не смотрел. Нет, но все там не смотрели, я говорю, в основном московского публика, но я говорю, что людям, которые приехали из Москвы, как-то мы все спокойнее реагировали, чем, по-моему, ощущения здесь. Потому что, судя там, по, не знаю, постам в Фейсбуке, все собирались уезжать, жизнь закончилась и так далее. Мне это было совершенно непонятно. Ну, во-первых, я уже уехал. Да, да, да. С одной стороны, с другой стороны... И жизнь, по-моему, случилась. Да. И жизнь продолжается. С другой стороны, куда уезжать, тоже непонятно. Какая-то апатия. Смотри, на счет апатии я постараюсь из тебя ее немножко сбить. У нее ее как раз нет. А, ну, тем более. Тогда наоборот, тебе ее насадить. Я напомню нашим зрителям, что мы составляли уже дважды, наполняли нашу белую книгу, такую белую книгу. Почему? Потому что это еще в 70-е годы, когда были процессы над диссидентами, была составлена белая книга процесса Даниэля. И, значит, поэтому мы решили здесь сделать то же самое, белую книгу, в которую мы вносим все, что касается процесса. Комментарии какие-то, какие-то значимые моменты и прочее, прочее. Сегодня, мне кажется, мы можем, если не завершить ее, то уж точно определенная точка поставлена. Конечно. Да, поэтому держи, я тебе предлагаю начать. Столько надо будет найти. У нас здесь есть, ну, здесь много всего, там, про встречу Путина с РСПП, значит, заголовки коммерсанта, фигуранты различные вот этого дела. Вот здесь Светлана Бахмина, Василий Александр, Алексей Пичугин, цитаты всяческие, вот, цитаты Владимира Путина и многое-многое другое. Сегодня мы можем это дополнить. Ну, раз... Да. Тимош, ну? Ну, мы делали это как раз в преддверии процесса перед приговором. Ходорковскому и Лебедеву сейчас приговор уже свершился, но предлагаю сначала добавить как раз цитату, которая предшествовала приговору, с которой многие все сразу поняли. А именно общение Путина с народом, когда он... Вы спросили про дело Ходорковского, он сказал, что вор должен сидеть в тюрьме, а в соответствии с решением суда Ходорковскому меняется вину хищение достаточно солидное. И он тут еще напомнил, что... Он сказал, что не говорит ничего личного про него, но напомнил, что руководитель службы безопасности ЮГОС, а именно Алексей Пичугин, который уже есть в этой книге, сидит в тюрьме за убийство. Руководитель службы безопасности сам, что ли, по собственной инициативе все эти преступления совершил? Ну, такой вот намек. В очередной раз Путин, Владимир Владимирович, премьер министра Российской Федерации, намекнул на то, что Михаил Ходорковский якобы несет какую-то ответственность за убийство, хотя ни одним судом это не доказано нигде. У тебя прекрасный клей, я так понимаю. Да, ты мне его предложил. Как жвачка. А дай мне тоже, я сюда фотографию Путина, где-то у меня была. Да, это Риглисперминг, мне кажется, или Орбит. Жеванный причем. Абсолютно, я не знаю, что это увидит, но попробуем. Белая же книга. Звучит, звучит, не звучит, а выглядит красиво, во всяком случае. Хорошо, вот сейчас. Но, при этом я напомню, что тогда Владимир Владимирович оговорился и сказал, что речь шла, разумеется, о первом... О решении первого, сюда, после этого он сказал. То есть, что это никакого... Ну, практически сразу же подошел просто к микрофону и сказал, что никакого давления на суд нету, и все это просто... Потом еще помнишь, было это заявление Медведева, в котором все, естественно, поскольку все это ищут постоянно, какие-то в тандеме... Честно скажу, не искал. Многие, многие ищут. И Дмитрий Медведев сказал, отвечая на вопросы Эрнста Добродеева и Кулистикова, и сказал, что никто, ни один чиновник не имеет права ничего говорить о решении суда, и все такие сразу, опа! Да, разногласия внутри тандема. Нет, еще то, что появились заголовки, что вот Дмитрий Медведев запретил Владимиру Путина комментировать ход этого процесса. Здесь очень смешно, что Владимир Путин любит в этой связи давать цитату из фильма и место встречи изменить нельзя, вор должен сидеть в тюрьме. Но забывает продолжение, потому что Жиголов, когда это говорит, он ведь добавляет, что а как я его туда посажу, это уже не имеет никакого значения. Примерно так. Ну да. Следующий, кого я уже вклею, вот здесь Виктор Данилкин. Это председатель Хомомовнического суда и человек, который, собственно, председательствовал на этом процессе. Вот он здесь. И читал приговор. Которому тоже было приковано всеобщее внимание. Все считали, что он в таком сложном положении. Да. Вот. И читал он... Сейчас можно видеть на мониторе. Ну, в телеэкране, я бы сказал. У кого как. У кого как. У кого как. Читал он приговор. И там было некоторое количество вещей, прямо скажем, неочевидных. В частности, вот если я сейчас найду, у меня здесь это было подготовлено. Вот. Компания ЮКОС ввела двойную бухгалтерию, чтобы скрыть этот факт от большинства российских акционеров, публиковала финансовую отчетность исключительно на английском языке. Мне кажется, божественно. Платон Лебедев, когда выносился приговор и была зачитана эта часть, он там, как рассказывают очевидцы, начал хохотать в голос. Да, но еще он какое-то обвинение зачитал, а потом сказал, что это лишний лист. Лишний лист. Да, то есть там было много таких поводов. Скажем так, непоняток. Но, конечно, говорить о том, что сознательно, для того, чтобы скрыть двойную бухгалтерию, она велась на английском языке, это, конечно, красиво. Не, ну, мне кажется, это как раз показывает, так, если просто проанализировать текст обвинительного заключения, показывает... Ты имеешь в виду обвинительное заключение или приговор? А? Обвинительное заключение или приговор? Да. Приговор, приговор именно. Ну, приговор, который базируется, как я понимаю, на английском языке. По сути, абсолютно. Во многом копирует, показывает доказательную базу, что вот даже за такие вещи им приходилось цепляться. В английском ввести финансовую отчетность на английском языке и публиковать это страшное преступление, мне кажется. Доказать того, что Холерковский должен идти сеть в тюрьме надолго, сесть. Так, ну, была, разумеется, жесткая реакция. Это, как сказать, руководителей иностранных государств. Ну, далеко не всех, но вот некоторые из них выступили довольно громко. Глава Госдепа не работает. Но мы как-нибудь приклеим попозже. Хорошо, вот так вот оставь. Глава Госдепа Хиллари Клинтон. Да. Госсекретарь США. Ну, знаешь, самое интересное? Вот интересное твое мнение, потому что я... И канцлер ФРГ Ангела Меркель просит нам этот клей. Клей нам уже ничего не просит, мне кажется, клей уже ничего не может. Нет, Ангела Меркель просит. Обсуждали мы у меня в эфире. В эфире на Эхе обсуждал я с моими гостями, с журналистами, которые работают на иностранные издания. Это Сергей Лойко, который работает на Лос-Анджелес Таймс, московский корреспондент. И Николай Мелисич, шеф московского бюро агентства Франс Пресс. И обсуждали итоги года, какие строили прогнозы на 2011. Это уже в этом году. Да, да. И говорили в частности как раз про дело Юкса и про приговоры, насколько после этого... Изменилось отношение. Ну, изменится. Насколько изменится политика. Потому что мы видели, как реагировал Запад в 70-х годах, например. И я спрашивал у них, на их взгляд, будет ли то же самое. И абсолютно у них устойчивое мнение, что никакое... Ну, что, скажут какие-то слова. Вот сказали, и все. А ничего меняться не будет. Ты согласен? Ну, совершенно согласен. Например, еще из работы. У нас был в гостях Михаил Прохоров в ведомостях, не в виду. И ему, разумеется, тоже задали вопрос про Хатарковского. Это было до приговора. Его спросили, как вы считаете, вот этот второй процесс, как он повлияет на эминиционную привлекательность, эминиционный климат. И он сказал, что никак. Что это такое уже... Что уже проехали. То есть уже тех... То есть те, кто испугался, испугались еще после первого дела. Все это уже отыгранная история, да. Я с ним не могу спорить. По-моему, он прав. Но с другой стороны, смотри, если по логике смотреть, человек смотрит, что происходит с бизнесменами. Что их судят за... Значит, и в приговоре говорят, что они ввели отчетность на английском языке. На английском языке специально, да. Публиковали, и значит, это было сделано специально, чтобы скрыть военную бухгалтерию. Захочет ли человек в здравом уме здесь открывать какой-то свой бизнес, приносить сюда свои деньги? Ну, после того, как ЮКОС обанкротили, после истории с Сахалином, когда иностранных инвесторов вынудили продать контроль над указовым месторождением, мне кажется, и так все ясно. Это лишний... Лишний доказательство, лишний аргумент. Но те, кто ушел, уже ушел? И они, в общем, знают, да. Я вот здесь подпишу Хиллари Клинтон. Внимательным инвесторам это, в общем, не обязательно, на мой взгляд. Ну да, ну может быть. То есть те, кто ушел, уже ушел. Да, нет, а те, кто собирался пойти, он уже и так все зависит. Он понимал, в чем дело. Или тот, кто идет, да. Тот, кто инвестирует, уже понимает, на что идет. А это Ангела Меркель. Поэтому вот эта цитата, которую сейчас хочу прочитать, сказанная Ходорковским после приговора. Мы с Платоном показываем на своем примере. Не надейтесь в России на судебную защиту от чиновника. Правило Чурова работает. Но мы не унываем и того же желаем друзьям. Правило Чурова, ты понимаешь, о чем речь, да? Ну это когда он говорил, что выборы... Нет, это правило Чурова, ну во всяком случае, насколько я понял, имеется в виду, что он же сказал в интервью, когда только стал главой Центральной избирательной комиссии, сказал, что правило Чурова номер один, Путин всегда прав. А, ну да, я помню. Или Путин не бывает неправ, но как-то... Да, 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 точно, точно. Суть была в этом. И поэтому Михаил Ходорков... Ну да, это то, что ничего нельзя оспорить. Давай я все повешу сюда. Давай, вешай сюда. Да, приклеим. Ну, в общем, я бы, что эта фраза такая... Что? Ожидаемая и ничего нового, на мой взгляд, этот приговор не открыл. Ну, он открыл... Нет, он показал жесткость. Но ты понимаешь, когда в общей картине появляется такой мазок черный, и вот у тебя берут черный маркер, и вот так вот, да, наносит мощно, то, конечно же, ты начинаешь вообще как-то активнее реагировать. Ну, это как история про любую, например, коррупционную, про любой коррупционный эпизод. Все знают, что есть коррупция? Ну, или как... Евсюков. Все знают, что в МВД творится черт знает что. А потом происходит случай с Евсюковым, и все такие, хопа, оказывается, что творится у нас? Не, ну, просто, например, если посмотреть на биржи, то они же не упали в первый рабочий день. Да, да. Что уже все... Ну, с одной стороны, да, прошло 10 дней, с другой стороны, все уже, в общем, привыкли к этому. Это было понятно. Я хотел бы в нашу белую книгу еще добавить... Дашь мне наш суперклей? Наш прекрасный клей. Наш суперклей, да. Значит, добавить еще одну фотографию и еще одну цитату. Это Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, которая... Дала интервью. Да. С сайту СНОП. Ксения Соколова, она дала интервью из GQ для сайта СНОП. И, причем, что интересно, она же интервью практически не давала на протяжении этих, там, сколько-то, 7 лет, что идет процесс. А здесь дала и вот цитату. Я его читал вообще, вот, на Дом дыхания. Оно такое мощное, сильное. Сильное, сильное. Причем оно было дано еще до приговора. Да, да. Значит, Ксения Соколова спрашивает у нее, она говорит, вот, 4 года назад, по-моему, когда мы с вами общались, и я спросил у вас, есть ли у вас вопросы к Путину, вы сказали, что вам нечего у него спрашивать, никаких жалоб, никаких вопросов, как так было, вопрос поставил. А как сейчас? Изменилось ли что-то? На что Инна Ходорковская отвечает следующее. О, сейчас бы я с ним поговорила. Я бы спросила его, Владимир Путин, ты зачем это сделал? Без ненависти доброжеласен бы спросила, потому что мне действительно интересно, какая у этого человека травма в душе, что с ним не так, что заставляет его так поступать, и какой страшный путь он внутри себя проходит. Я знаю, какой путь прошли и проходим мы, могу только догадываться, что происходит с ним. Думаю, его внутренние обстоятельства страшнее того, что благодаря ему происходит с нашей семьей во внешнем мире. Я желаю ему стойкости, хотя бы миллионной доли той стойкости и благородства, которые демонстрирует мой муж. И я желаю ему любви. Надо, чтобы хоть кто-нибудь его по-настоящему любил. Пусть попросит у Бога. Говорят, он всех любит. Ну так, сильно. Сильно, да. Ну и последнее, если позволишь, я вклею, это еще одна цитата из Михаила Ходорковского. Цитата из интервью, которое вышло в день начала оглашения приговора, 27 декабря, в журнале New Times. Он там дал, ну такое не очень большое, но вполне содержательное интервью. И отвечая на вопрос, будет ли как-то в вынесении приговора участвовать Дмитрий Медведев, на его взгляд, Сказал следующее. Принятие окончательного решения, минуя президента Медведева, в моем случае невозможно. Судебная система его сферы ответственности. Статья 90 УПК РФ, без нарушения которой обвинительный приговор невозможен, его закон. Обещание верховенства права, его обещание. Вот так вот, потому что у нас президент-юрист, который все время говорит про то, что свобода лучше не свобода. Ну и про верховенство закона. Держи, закрывайте, суперклей. На этом закрываем белую книгу, я не знаю, у нас будет, вероятно, еще причины к ней возвращаться, потому что будет касация, будет Европейский суд, будет то, что пятое-десятое, но вот на данном этапе такая точка определенная поставлена. Здесь цитаты, которые ты вклеивал из Путина, вот эти слова по поводу... Да, потому что в Варвардове сидит в тюрьме. По поводу, ну даже не этой части, а то, что про убийство. Мы ведь все время слышим из уст Владимира Владимировича, что Хайдарковский якобы... Ну не все время, он старается вообще об этом не говорить, но когда его спрашивают... Когда он спрашивает, он почти всегда говорит про убийство. И сегодня адвокаты давали пресс-конференцию, Юрий Шмидт и Вадим Клювгант, и говорили о том, что они не исключают... Третьего процесса, да. Ты считаешь этот сценарий возможен? Я не знаю. Как-то все-таки такой большой срок, какой там получается 2017 год. Все может случиться. На мой взгляд, этот приговор могут еще обжаловать. Все зависит от политической системы. Ну если политическая система не меняется, то Хайдарковский может выйти на улицу на свободу? Я говорю, что мне кажется, несмотря на стабильность, все равно все может как-то измениться. То есть на 10 лет, условно говоря, это всего хватило, а что будет потом, неизвестно. Я бы не загадывал про третий срок, я бы еще подумал про второй. Мы просто обсуждали тоже с кем-то все время, что будет дальше. Еще накануне приговора, какие-то из моих собеседников говорили, что приговор будет едва ли не оправдательным. Ну да, да, многие верили. И что он выйдет, и что после приговора они уже говорили, что он выйдет раньше. Нет, вот-вот, думали, что он выйдет еще до истечения первого года. До истечения первого года. До истечения первого, или под двенадцатый год, ну как там, и так далее, и так далее. А здесь, поскольку у меня твердо было, вот я был абсолютно уверен, что будет срок большой, каким он в итоге оказался, так настолько же я уверен, что сейчас, через год, через полтора, запросто, наверное, заведут и третье дело. Второе дело ведь завели через год после того, как был вынесен приговор, буквально. Ну да. А здесь уже, если речь идет про отчетность на английском языке, то здесь можно цепляться к чему угодно, как, например, полпот, известно, что людей расстреливали только за то, что они носили очки и выглядели интеллигентно. Вот Михаил Ходорковский тоже носит очки, поэтому можно и это ему приписать. Нет, все, что угодно. Нет, помнишь, еще, когда ему приписывали мужеложество, еще что-то такое, что он кого-то там пытался убить? Ну, что-то такое. В общем, я думаю, что если будет политическое желание, причина и повод найдутся, вернее, не причина, а повод найдется запросто. Дедко-3. Ну, в эфире программа «Три дедко». Сегодня, к сожалению, «Дедко-3», вернее, все время говорю «Три дедко», хотя на самом деле «Дедко-3», а здесь в эфире сегодня «Дедко-2». Два дедко. Тимофей «Дедко» и «Тихон-Дедко», поскольку Филипп, наш брат, еще не вернулся из новогоднего отпуска и продолжает отдыхать, я думаю, в теплом городе Лиссабоне. Думаю, в смысле, не думаю, что в Лиссабоне, а думаю, что в теплом. Возможно. Еще вот интересная история, которая произошла уже совсем недавно. Сергей Мавроди, известный всей стране, пожалуй, человек. Не только в стране, я думаю, что такой. И в мире тоже. Организатор финансовой пирамиды, печально известный по названию МММ, объявил о создании новой финансовой пирамиды. Вернее, он заявил о создании, как он сказал, социальной финансовой сети, да? Да, как-то так. Как-то так было сказано. Мудно. МММ-2011. Мы можем многое. Расшифровывается это. Я вот тебе могу честно признаться, что сегодня провел часа два, наверное, на его сайте. Смотрел его всякие видеообращения, читал его всякие тексты и пытался... И пока не открыл счет в веб-мане? МММ? МММ-2011? Нет. Не купил этих самых фантиков, как он называет. Как он говорит, фантики МММ-доллары. Я хочу сейчас показать тебе и нашим зрителям. Я тут пытался... Это вот то, что называется, без бутылки не разберешься. Сейчас попытаюсь изобразить это на нашем планшете, как, собственно, все это будет происходить, как это будет, да? Давайте посмотрим. Дело в том, поскольку на Лене Голубкове он решил сэкономить. На Лене Голубкове, ну вот здесь у нас, я думаю, что наши зрители сейчас видят, что здесь у нас Лене Голубков. Лене Голубков заменяет Тихон Дзитко. Да, здесь известны вот эти вот билеты МММ, еще образца 90-х годов. Да, да. Вот это сколько? Это 10 тысяч билетов, тоже 10 тысяч, это 50 билетов. Здесь какая-то система намного, намного проще, казалось бы, он говорит, что совсем просто. Какое... С первого года никакой ответственности он на себя не имеет. Смотри, если я правильно понял, то, во-первых, там абсолютно вертикальная структура у этой истории. Да. Есть управляющий... Причем это не Мавродио, а какой-то человек. Да, нанятый менеджер. Он же говорит, я вообще ни копейки не получу, я там... Он же не имеет права по решению суда, и вообще по недавно принятому закону он не имеет права в никакие финансовые махинации. Кроме того, если бы он получил, если бы он получил, у него приставы, это сразу, наверное, отобрали бы. Короче. В принципе, да. Короче, структура здесь лечит. Управляющий, далее, соответственно... Аноним причем. А? Никто не знает, он анонимный. А управляющий, далее тысячник. Да? Это сразу напоминает какой-то там живой журнал, где это слово. Либо живой журнал, либо какой-то глава легиона. Это тысячник, соответственно, сотник. Сотники, ну... Ну да, ну... Псаты, да. Сотник, вот. Да? И десятник. Это такие... Там еще мне очень понятно, что там отношения, знаешь, средневековые, типа, вассал моего вассала, не мой вассал. То есть обычные люди, которые участвуют в, там, вкладчики, игроки в эту игру, они подчиняются, они находятся под своим десятником. Они не находятся под сотником. Под сотником находятся десятники. Под сотником. Их десять человек. Это гениально. Если я правильно понял, что история в следующем. Ты через вебмани покупаешь себе эти МММ-доллары. Да, меняешь реальные деньги на... Меняешь реальные деньги на это, и потом вдруг... Если сообщаешь своему десятнику... Десятнику, конечно же. Все свои паспортные данные, пароль... Пароль и ЕНТО, да. Убедиться, что ты их купил. Да, и потом, когда ты их купил, один из твоей десятки может сказать, я хочу, значит... Зафиксировать прибыль. Я хочу поменять. И ты ему тогда должен дать свои эти МММ-доллары. Не, он свои. Да, ты ему даешь обычные деньги. Да, да, да. И ты не можешь отказаться, потому что если ты отказываешь, тебя выгоняют. Нет, как говорит Сергей Петелевич Маброди, прибыль будет для пенсионеров 30% в месяц, соответственно, сколько получается? 30-60, да. 30-60% в год. А для, значит, обычных людей 20%. Он еще там прекрасно говорит сейчас, у меня здесь цитата. Для малоимущих, кстати сказать, я бы тоже с удовольствием ввел 30%, да вот не знаю, как в этом убедиться. Если кто-то подскажет, буду рад. Нет, ты знаешь, что пенсионеры должны присылать, как они будут одетят, не очень понятно, скан. Скан своего пенсионного... Копию пенсионного удостоверения, например, да. Причем он, судя по его комментариям, еще до конца это не продумал. Да, да. Он говорит, что... Сейчас, давай, поищу пока. Ты ищи здесь, знаешь чего? Очень смешно, когда я присидел сегодня 2 часа на этом сайте, у него потрясающе идет активное общение с посетителем его сайта. И огромное количество людей, которые пишут там, все, я вложусь. Мы вкладывались в МММ в 90-е там каком-то лохматом году, значит, и здесь, и наша семья, и друзья наши тоже. Так что я думаю, что если все это произойдет, если запустится, это мы можем многое в 2011... И должно запуститься, уже должно было запуститься с 11 числа. А, серьезно? Да, конечно. Опа, интересно. Но? Но там он очень боится, что ему, значит, будут мешать, поэтому он говорит, что никак мы не будем политься, и нас на вебмане не найдут и не раскроют. Все уникальные человек. И при этом вебмане говорит, что никакой активности особой не заметили. Не наблюдать. И чтобы их не поймали, он советует вебмане указывать на значение поддержать перевод. Скажи мне такую вещь, вот он утверждает все время, любит очень говорить о том, что он гол как сокол, беден, и на этом ничего не заработает. Правда так? Есть же как-то история, мифические акции, которые у него остались. Что это за история про акции Газпрома? После того, как он... он же очень долго скрывался, был в розыске с 96 по 2003. С 97 по 2003, в 2003 мы его на Фрунзенской в квартире. 31 января его посадили. Ага. Да, посадили и осудили на 4,5 года. После того, как он вышел, в мае 2007 года, он дал интервью радиостанции «Бизнес.ФМ», где заявил, что он вообще-то владелец 7% Газпрома. 7% Газпрома, это же какие-то... Да, они стоили порядка 15 миллиардов, сейчас еще больше. 15 миллиардов долларов? Да. И он сказал, что он их покупал просто на ваучеры. И тогда, может быть, акции могли купить сотрудники и жители городков, где... А, где там добыча идет. Да, добыча и разработка. Ну, и что он просто им раздал ваучеры, они их купили. Да. Но при этом с тех пор никто эти акции не видел, и там Газпром самому ничего не известно. Они 150 раз, скорее всего, продались уже. Были проданы эти акции, которые, возможно, скупались. Например, его приговор? Ну, при этом, смотри, нет, важная деталь, важная деталь, что Митрофанов, депутат Митрофанов, который с ним активно общался в 90-е годы. Алексей. Да. Я сказал? Нет, ты сказал депутат Митрофанов, я просто сказал Алексею. Он говорит, что даже в правительстве было специальное совещание по поводу его активности на фондовом рынке. То есть это не просто какие-то бредни, да, человек, который только что вышел, которому вот после МММ особого доверия не было. И Александр Шокин, в то время вице-премьер, это подтвердил, что действительно было такое совещание, посвященное, ну, все были озабочены. Но другое дело, что поскольку он покупал чисто из каких-то подставных лиц, то не точно с таким же успехом дал он им вауче, могли потом перепродать. И по истечении срока давности там никаких обязательств перед ним не имеют. Здесь интересно, что с одной стороны, он вроде производит впечатление такого маньяка абсолютнейшего, да, который сидит, записывает какие-то видеообращения. Сейчас он записал новые видеообращения, которые я сегодня смотрел президенту России Дмитрию Медведеву, лидеру нации Владимиру Путину, политической элите, где он говорит, что он так еще сидит, там на заднем фоне какой-то пылесос, там, непонятно что, какая-то такая обстановка. Он там сидит, закидывая руку, там еще как-то, то так, то сяк сядет. И рассказывает о том, что он начался дурдом такой, начался такой беспредел, что все пишут, что все говорят, а нищенка этот ваш говорит, что это опасная затея и так далее. Вы посмотрите, это идеальная структура, финансовая, социальная сеть, там все это рассказывается в видеообращении море. Ну, явно такой час славы у него наступил. Конечно, заново. Но мне кажется, что на этом фоне абсолютно такой четкий человек, который абсолютно понимает, что он делает и знает, где он свою выгоду получит. Такой герой возрождения такой. Я очень смешно однажды наблюдал. Нет, вообще мне очень, прости, понравилась идея, что на самом деле это всего-навсего такая пиар-компания фильма, экранизация его книги. А давай мы сейчас, которая называется «Пирамида» выйдет 21 апреля. Через три месяца, да. Да, 2011 года. Давайте посмотрим трейлер к этому фильму, не целиком, но кусочек. У нас есть возможность его вам сейчас показать. Так, чем качать нефть, если можно качать деньги? Если темпы роста сохранятся... Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. То через полтора месяца амонтового будет четверть денежного оборота страны. Здесь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей. То есть и мамам. Это такой аккумулятор жадности, да? Продается. В России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Сигнальный номер коммерсанта вместо рекламы мамонтов. Ну а что с новой проверкой? Только вперёд! Ты должен вдарить локомотивом. Но в день их мне от вас понадобится полная синхронность действий. 20 с лишним миллионов вкладчиков. Прирос миллион в неделю. Через полгода, нет, раньше, билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. 50 миллиардов долларов США, контрольный пакет и безграничное использование бренда МММ. Я Россией не торгую. Ну вот это трейлер фильма «Пирамиды», который выйдет через несколько месяцев. Такой реальный блокбастер с Бондарчуком, с прочими известными актёрами. Мне интересно, там вот эта вот фраза, которая, там, он хотел изменить мир к лучшему, что-то такое. Такая очень мощная героизация, конечно, на вроде. Ну, конечно. В принципе, он остаётся, судя по комментариям его блоги, он остаётся героем. Потому что там его хотят растерзать, да, как из-за того, что кто-то обанкротится. Насколько достоверна, как тебе кажется, мысль, что это всего лишь всё пиар-компания новая? Нет, ну я когда всё это прочитал, у меня сильно возникло такое ощущение. И мне не очень, то есть не до конца есть нам мотивация людей, которые на это поведутся. Потому что он не скрывает ему, да, это пирамида, и что работает принцип тумбочки. Принцип тумбочки в смысле? Это так называют. Ну что, вот ты вложил 100 долларов, и ещё тысячи таких, как ты, вложили. Всё это будет держаться, если это число будет там... Оставаться каким-то низменно всё время. Да. Ну, если нет, будет увеличиваться в 10 раз, если я ничего не путаю. Ну да. Так, первый раз он хочет собрать 100 тысяч, да... А, да, на шестом году, в общем, превысит количество людей, чтобы это всё работало. Вот, ну и, соответственно, кто-то достал, а тот, кто не успел... Ну да, тот опоздал. Я вот, то, что ты говоришь, что есть люди, которые его превозносят, восхваляются. Я, например, в 2007 год был, весна, дикая жара, я встречал его, меня отправили как корреспондента посмотреть, как он будет выходить из тюрьмы. Человек пять, наверное, мы ждали. Но ждали также какие-то там, человек 20, наверное, каких-то бабушки. А, фанатов. Да, а потом были два каких-то нашиста. Нет, там же многие реально на это заработали. Молодые гвардейцы, которые закидывали его банками со сметаной. А у него кто-то заработал, да, но... Вы понимаете, что было огромное количество людей на этом потерял. Сергей Мавроди, он очень разносторонний персонаж. Я, поскольку ты... Нет, он же всё это время, пока вот, до появления МММ-11, он писал книги. Он писал книги, занимался бабочками, а кроме того, он поёт. Я вот сейчас, поскольку я сидел на сайте, я насладился его песнями, я предлагаю сейчас послушать кусочек из-за... Это партия Мефистофеля из оперы «Фауст». Это божественно. Давайте послушаем. Никогда не верь любви, за собой она поманет. Посулит, потом обманет. Будешь тонуть, её позови. Не успеешь оглянуться. И ловнишки в западне, как людишки копошатся, Так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне. Все пути ведут ко мне. Люди всем гореть в огне. Гореть в огне. Люди всем гореть в огне. Гореть в огне, гореть в огне. Люди всем гореть в огне, гореть в огне. Гореть в огне. Ну как тебе? Классная песня. Скажи вещь, а я подсел абсолютно. Мне ещё очень нравится, что он включает на заднем плане, он включает оригинал, а сам, он сам, видимо, это переводит, или ставит текст. И я вот сегодня, даже я тебе сейчас исполню, если ты не будешь возражать, если я найду, или я потерял. Я просто ещё читал там, там тексты такие, ну только они все очень печальные, какие-то грустные, невесёлые. Но вот, например, как он исполняет на музыку Моцарта, он исполняет свою песню. Я думаю, что я примерно так же, как Сергей Маврути будет петь. Горе не беда, горе не беда, Пусть мечты уходят навсегда и в никуда, Не жалейте в этой жизни ни о чём и никогда. Горе не беда, горе не беда, Всё лишь суета и между пальцами вода, И не верьте в этой жизни никому и никогда. А потом, очень важный момент. Это важный такой намёт. Но я верю, 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 Но я верю, 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 Нет, я верю, 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 Нет, я верю, 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 Это всё пройдёт, это всё пройдёт, Солнце в твоей жизни никогда уж не взойдёт, Как со всеми и с тобою Это всё произойдёт. По-моему, гениально. Класс. Мы продолжаем передачу «Дзитко-3». Нас сегодня, к сожалению, двое. Филипп в отъезде. Поэтому такое «Дзитко-2». Да, поэтому «Дзитко-2» или «Два Дзитко». Я хотел напомнить про нашу страницу в Фейсбуке, которая называется «Дзитко-3», тем не менее. Она название не меняет, независимо от количества людей. Мы уже перевалили за тысячу, с чем мы всех поздравляем. Напоминаю, что мы с удовольствием выслушаем ваши пожелания, советы и какие-то предложения. Отзывы, комментарии, предложения, вопросы, согласия и несогласия. Так что продолжайте в том же духе. Как ты с меньшим энтузиазмом о страничке в Фейсбуке расскажешь, чем обычный? Мы уже перевалили через тысячу. А, ты всё, теперь... То есть ты как Сергей Мавродин. Он пиарит фильм, ты пиарил Фейсбук, а теперь тебе надоело. Ты решили, что это не факт. Добился ты? Пиарит фильм. Тебе наличие ещё? Давай. Интересно, ты... Если я правильно понимаю, ты 7 января в Рождество был в Вифлееме. Совсем правильно, понимаешь? Не правильно понимаю? Потому что 6 января... Ну, я имею в виду, в ночь 6 на 7. В ночь 6 на 7. Да, ну... Я чудом попал в Вифлеем, потому что вообще я был в Израиле, а у Израиля и Вифлеем, и вообще палестинская автономия, которая принадлежит Вифлеем, достаточно сложные отношения, и израильтяне просто так туда попасть не могут. Там стоит блокпост израильтян, которые не советуют израильтянам пересекать эту территорию. Не советуют или запрещают? Не советуют. Ну, запрещают, фактически запрещают. Мне объясняли вообще, что с израильскими номерами туда проехать нельзя, только если такси, автобус, маршрутка, с колонной, с сопровождением, и когда праздник какой-то, вроде Рождества. Мы собирались поехать с нашей сестрой. Которую вы увидите? Да, они собирались поехать на автобусе. Когда мы пришли на автобусную станцию, то выяснилось, что автобусы уже не ходят, и нам сказали, ну, приходите с утра, часов в 6, и они начнут ходить. Ну, мы решили сразу не сдаваться, пошли по направлению в сторону центра города, и тут, смотрим, стоят две маршрутки с паломниками. А, которые туда едут? Да, которые как раз туда едут. Какая-то монашка, которая всех... Монакиня, типа. Монакиня, прости. Всех паломников как-то собирает, при этом говорит на совершенно непонятном языке. Ну, мы протиснулись в одной из этих маршруток, сели, и только когда отъехали, во-первых, я понял, что они говорят на румынском, а во-вторых... Ну, то есть они сами мне сказали. А во-вторых, я обнаружил, что мы забыли паспорта. Прекрасно. В гостинице. Как бы ты понимаешь, что фактически мы пересекаем границу Израиля, едем в не самую дружескую палестинскую автономию. И то есть туда проехать вроде бы без проблем, а вот как вернуться назад, это вопрос. Но я как-то решил уже об этом не думать, потому что чудом сели в эту маршрутку, и главное, чтобы поехали. Вот. На самом деле, Вифлеем считается фактически пригородом Иерусалима, и только из-за этих... А сколько там, сколько ехать? Ехать, не знаю. Да, блокпоста минут 10. Дистанция? Да. От старого города. А от него еще, не знаю, минут 5-7. Вот. И попали в такой город Вифлеем, вот, достаточно радужный, и в отличие от Иерусалима или Тель-Авива, по-настоящему расскажет, как Рождество. Ага. Потому что там же не отмечают, это христианский праздник. Так. Вот. Еще такие, покажу. Улицы. Фотокарточки. Фотокарточки. Сайф того же самого айфона. Вот сама церковь Рождества, которая была видна с, как это называется, площадь Яслиная, кажется. Ага. Ясльная. А ты попал внутрь, в церковь снова попросить? Это все, что я видел снаружи. Потому что церковь вся была, площадь была вся перегорожена. Здесь, здесь не распечатали, но у меня есть фотографии. Где, вот смотри, куча народа собиралась. Там какую-то подогнали скорую помощь. Их было несколько. Ну, это всегда скоплено. Но площадь перегорожена, и постепенно приходилось все больше и больше людей. Там были какие-то эфиопы, которые тоже в этот день празднули Рождество. Копты, наверное, нет? А? Да, копты. Копты и эфиопы. По-моему, это у них общая коптская церковь, если я ничего не путаю. Вот. И они начали отмечать еще до 12 часов. Тут видно на одной фотографии, где-то был... Ну, если ты мне скажешь, почему бы вы не попали? Да, не попали мы, потому что мы не могли понять, почему. Просто приходим, там такие начинают эти железные ограждения ставить. Мы были почти первыми, пришли в 10 часов. Вот. Это продолжалось где-то до плен первого. Оцепление? Да, оцепление, и там скапливались народ, никого не пускали, наоборот, как-то оттягивали. Вытесняли. Да, вытесняли. И потом красный берет, людей в красных беретах, это армия палестинской автономии, сменили полицейские в таких кепочках. Вот, но мы думали, ну вдруг, теперь у нас будет свет, ничего подобного. Я спрашиваю полицейского, почему нас не пускают, что такое? Он говорит, а там наш президент молится, Махмуд Аббас. Я спрашиваю, а сколько еще... Абумазан, как сказать. Я спрашиваю, а сколько еще это будет продолжаться? Он говорит, ну, где-то час. А чего? Он же мусульманин. Ну, как-то он видел. У меня есть такое ощущение, что он просто заигрывает с разными странами, пытается показать, что вот у него есть Вифлеем, что надо ему помочь создать государство. И, кстати, патриарх, Иерусалимский патриарх молился о создании палестинского государства, о заключении мира между Палестиной и Израилем. Вряд ли он молился, например, о том, чтобы в это созданное государство вошел восточный Иерусалим. В том предел, ты понимаешь, что это одно из условий палестинцев. Ну, вот естественно. Ну, вот я и говорю, вряд ли патриарх молился. Нет, а он как-то, я так понимаю, что в моем представлении, может быть, очень поверен. Он не подчиняется Израилю. Нет, я понимаю, но у меня такое ощущение, что как у грузин есть национальная боль, это Абхазия и Южная Осетия, это потеря, так у израильца... Я тебе говорю, я тебе говорю, что он не израильтянин, он именно патриарх Иерусалима. То есть это как отдельная область, неважно, он и так уже поделен. Есть арабский квартал, христианский квартал, армянский и христианский. И, соответственно, там неважно, какое это государство, это как бы над государством. Ну, хорошо, а вот люди, которые там стояли на площади, которых не пускали, они возмещались? Нет, меня поразило, что... Нет, конечно, они все там замерзали и выражали недовольство. Особенно очень много паломников из России, действительно, как пишут в новостях, и это правда. Но они все не могли понять, что происходит. Конечно, не Манежная площадь, но, тем не менее, почему-то ограждений кучи сначала военных. Кстати, военные были в городе, когда мы подъезжали, каждые 10 метров стоят люди с такими винтовками. И достаточно неприятно. Ощущение тревожное? Да. Потом там еще появилась бронетехника. То есть такое было ощущение, что... Видимо, когда начали стрелять, ты уехал уже. Ну, чуть раньше. Было ощущение, что Махмуд Аббас реально собрал всю свою армию просто туда, чтобы его защитить. И, конечно, многие негодовали, что с какой стати мусульманин не пускает православных христиан, которые пришли из паломничества или просто из интереса посмотреть. С другой стороны, моя знакомая Соня Роженская, которая была там раньше, на католическом Рождество 24-го, она рассказывала, что... Что Аббас и тогда был? Да, Аббас тоже был и тогда, и нашим, и вашим. Но при этом она... Ей удалось, что она попала в церковь. Ага. Интересно. В 12 часов, то есть какое-то время предстояло. Да нет, ну то есть все... Нам такие вещи знакомы. В общем, да, что-то такое подчас. Но кульминацией было это, когда мы собрались уже домой, в гостиницу. То есть мы поняли, что час мы уже не предстоим, и к тому же служба уже, наверное, пройдет к концу. Какой смысл? Да. Вот. Я прихожу на автобусную станцию, мы с вами приходим и спрашиваю, как бы нам добраться в Иерусалим. Они говорят, ну, вы знаете, автобусы будут только утром. То есть практически то же самое, что было в Иерусалиме. И что, вы опять к паломникам запрягнули как-нибудь? Да. Именно так и было, потому что можно было ехать на такси, но такси останавливается у границы чекпоинта, и дальше ты садишь на другое такси. А там все могут спросить паспорт, который ты оставил в Иерусалиме. Да, могут спросить паспорт. Я говорю, вот такая у меня проблема, нет паспорта. Они говорят, либо вы ночуете в Иерусалиме, я уже представляю, что мы это все-таки достоим, и ночуем в этой церкви. Либо вы можете рискнуть и поехать на этот чекпоинт, и там, может быть, вам спринесет. Может быть, повезет, а может быть, не повезет. Но мы доехали на этой маршрутке, нам повезло, опять же, мы сели к каким-то паломникам, доехали до чекпоинта, и открывается дверь маршрутки, и тогда заходит такой израильтянин с настоящим оружием. И тут ты думаешь, опаньки. Да, я думаю, все, попали. Причем я сидел спереди, потому что все места были заняты. Но когда он услышал, что вся маршрутка русский, русский, то он как-то охладел, и проезжайте. Езжайте. Видишь, какие у тебя светлые интересы, впечатления. Я тут в эти... Светлые. Не, ну, светлые в смысле... Ну да, непонятно, почему я сказал светлые. Ну, интересно уж точно. А я в эти дни, вот, каникулы читал много. И, в частности, читал книжку, которая называется «Самые зловещие диктаторы». Интересный такой переход. Абсолютно, абсолютно. А Махмуд Аббаса? Ну... Вроде не зловещий, но... История про, значит, Анастасио Самоса Гарсио. Это президент Никарагуа. Такой никарагуанский диктатор, который там был военный переворот. Он возглавлял национальную гвардию, и с этой национальной гвардией захватил президентский дворец Монагуа в, соответственно, там, в каком-то это было году, сейчас не помню точно. Так, Миш, как будто знаешь, что такое Монагуа. Монагуа – это столица. Курнам? Приветики. Москва, знаешь, что это? Столица России. Вот. В 36-м году это было. И стал президентом 4 срока, и когда была инаугурация 5-го срока его, он был застрелен во время вступления. Его застрелил студент, и я вот прочитал интересное его письмо этого студента. Предсмертное. Да, и это письмо этого Ригоберто Лопес Перес, его звали, которое он написал своей матери, потому что сам этот студент, он был потом застрелен там же. Его застрелила в службу безопасности, да. Пишет он письмо матери. «Моя дорогая мама, ты никогда не знала об этом, но я давно участвую в борьбе с этим ужасным режимом, который правит нашей Родиной. Поскольку все попытки сделать Никарагуа опять или впервые свободной страной, незапятненно никакими бесчестиями провалилась, И несмотря даже на то, что товарищи не согласны со мной, я решил хотя бы попытаться стать человеком, который положит конец этой тирании. Сейчас, ой, потерял я конец, где он. Не вижу я. А, вот, ну у меня здесь это выписано отдельно. «Положит конец этой тирании. Надеюсь, ты воспримешь это спокойно и поймешь, что я просто исполняю свой долг. Это обязан сделать любой Никарагуанец, который любит свою отчизну. Это не какая-то жертва, а исполнение долга. Надеюсь, что я сумею выполнить это с честью». История, на самом деле, очень поражающее воображение, я так скажу. Потому что вот это вот письмо такое, откровенное, честное, какое-то, как бы это сказать. Но он знал, на что он шел. Абсолютно. Да, и то, как это произошло, и действительно, Никарагуанец на какое-то время освободил от диктатора, который пятый раз вступал в должность. И это такой диктатор, мне кажется, такой звоночек. Подобная история. Звоночек к диктаторам, да. Звоночек к диктаторам, хотя Никарагуа особо, особо, свобода не накрепилась. Да, сейчас там этот господин Артега, который недавно признал вторым, или каким-то третьим, независимый с Абхазией Южной Осельцы. А, ну да. Никарагуа, там же Никарагуа, Венесуэла и... Не Вануату, а... Какой-то... Как это называется, я забыл. Нет, подожди, по-моему, Мадагаскар. Не, не Мадагаскар, Науру, Науру. Это самые, которые торгуют. А, точно, да, да, да. Они же там с Китаем, у них была какая-то штука. Да, да, да. У нас время почти заканчивается, и мне, знаешь, что интересно, ты как относишься к этим... Вот мы с тобой в письме, когда я тебе написал, этим странным двухнедельным праздником. Они странные, резко... А ты сказал, почему же они странные? Резко, отрицательно. 15 дней в году, как будто их выкидывают просто. В смысле? Ну, с первого по... Сегодня у нас 13-е. Да. Ну, сегодня, по сути, еще отмечают старый Новый год. Так что я говорю, 15 дней в году просто выкидываются. Коту под хвост, и потом еще разгоняются очень долго. А почему? Неужели там коммунисты, не только коммунисты, предлагают на май перенести? Почему, ты думаешь, не понимают, что неразумно зимой, тем более, как вот мы, например, хотели на дачу, поехали, не смогли, потому что там все сломалось? Не понимают, что ли, что это нужно? Ну, что неразумно делать это зимой, а разумнее это делать, когда там? В мае, например, с первого по девятого мая. Нет, понимаешь, они все хотят как можно больше выходных, но я говорю, что смысла нет, это очень... Нет, я тебе к тому, что лучше на Новый год будет три дня, а оставшиеся семь отнести на май. Пусть они в мае. Нет, я считаю, что вообще длинные выходные, они не к добру. Ну, хорошо, но нам эти выходные помогли для нашей программы, потому что новый, как бы это сказать, новый экспонат нашего музея будет связан как раз с этими выходными. Музей братьев Дзитко. У меня здесь в сумке бутылка, я думаю, хорошо очевидного для вас напитка, который сейчас как раз все очень много выпивали. И продолжают. Десять дней, многие продолжают, и сюда мы это помещаем как символ бессмысленных и беспощадных выходных, которые на почти две недели выносят всю нашу страну из состояния какого-то нормального. Если бы только нашу, скажу тебе, в Израиле иммигранты выпивают почти... А, то есть они выпивают неделю, они едут в свои отпуска, и там все пьянствуют. Нет, некоторые, я говорю, иммигранты, которые там живут. А, они чувствуют единение. Они даже Новый год справляют два раза, и тоже выпивают. Субтитры, почему два раза? В 11-19 часов в Москве. Да, на районе сейчас. Хорошо, ну, в общем, вот, помещаем мы сюда в наш музей, в котором здесь, ну, вы знаете, здесь гречка, фаер, желтая лада, калина, пила как символ коррупции и распила. Здесь у нас теперь... Здесь с водкой, не знаю, как они сочетаются? Ну, так себе. Бутылка этого напитка, значит, мы уберем подальше. Уберем подальше, чтобы... Очень опасный экспонат. Чтобы не было плохих ассоциаций. Я не уверен, что вы увидите этот экспонат в следующий четверг. Надеюсь, что увидите. Спасибо всем, кто был с нами. Программа «Дзитко-3» уже в полном составе будет. На телеканале «Дождь» ровно через неделю, в четверг, 22.30. Оставайтесь на дожде. Всего доброго. Это только сейчас кажется, что Тимоша такой степенный. Когда он был маленьким, он бегал по комнате и кричал, «Я полная энергия!» Но, по крайней мере, мама так говорит. Продолжезде